Ну, сразу спрашиваю, ты хорошо знаешь, Никита, что у нас всё записывается и выставляется в интернет? Ты не против? Нет. Давайте я сейчас свет включу. Ну, давай. Вот так. Мир вам угнать. Да, с миром. Маленько правее там ещё. Пересядь, правее, отойди. Правее туда, дальше. Вот так. Всё, всё. Нет, опять сел посерёдке. Мне посерёдке ты не нужен, в край сделай, а то меня не видно будет. Маленько правее, сядь. Не, не наклоняйся, а пересядь, просто пересядь. Целиком. Вот так, всё. Во. Хорошо. Хорошо. Слушаю. Игнат Тихонович. Да. Очень хорошо знакомы с церковным вообще распорядком, уставом. У нас здесь, в городе, в Подмосковье, трагедия случилась. В московской патриархии, в общем, алтарник был. В храме. Слышите? Я хорошо слышу, говорите. Вот. И как бы он изнасиловал дочку свою, десятилетнюю. Какие последствия могут быть сейчас у этой патриархии? Не знаю я. А что он такой? С чего ради-то его так занесло-то? Он женатый? Ну, в общем, он был женатый. Вот. Десять лет назад они развелись, дочка осталась. В общем, он как бы её брал там на каникулы. Вот. И как бы никто вообще заподозрить не мог ничего. Вроде и дочка улыбалась, и, ну, всё шло хорошо, как бы. И вот в один прекрасный момент дочка пожаловалась, в общем, учительнице в школе, что папа к ней пристаёт. Вот. Решили, в общем, поставить диктофон в комнате. Ну, записать вообще, что происходит. Вот. Ну и подтвердилось, как бы, там час записи. Этот человек пошёл в туалет. Дочка в комнате была. Вот. Потом он вышел, позвонил батюшке, там, не надо мне в храм идти или надо, там. Он сказал, не надо, в общем, там, такой службы никакой не будет. В общем, он остался дома с дочкой. Ну, и дальше началось, как бы, там, папа не надо, там. До таких моментов тысячи. Он в Германии один такой, он держал 18 лет подземелье. От него дети рождались от родной дочери. Мне это не надо. Не трать на это время. Зачем это? Мне слоновьи уши не нужны. До таких тысячи сегодня. Мужик на мужике женятся, венчают. Садом устроили. Не надо. Нужно говорить о том, что... Что может быть, какие последствия... Не надо, не знают. Кто делал, там решат. Но это есть власти. Власти разберутся. И я бы разбирался там. Кто я такой? Зачем мне это нужно? Ты мне лучше не засоряешь, чем попало. Тут на каждом шагу везде подобное творится. Раз Бога нет, твори, выдумывай, пробуй. Ничего тут такого и нет. У перцев это обыкновенное, что с матерями живут. То есть с должности никого не снимут? Не надо это мне. Не надо. Зачем это нужно? Мерзость и все. Библия об этом говорит. По Ветхому Завету его предать смерти. Вот и весь сказ. Если это его мусульман будет, там тоже быстро ему подскажут. А то не знают, что... Вчера мне один зашел здесь. Я вот не знаю, что меня тянет к своему полу, парень с парнем, чтобы женились. Я говорю, да крещиться надо. Я тебе дам ли направление? А ты съезди, тебя вылечат. Только бери, в один конец бери. В Саудовскую Аравию. В Тунис. И там ты скажи, что тебя тянет. Руки назад. На башку тебе башлык. И с 24 этажа вниз головой. Все, больше ничего нет. Там люди серьезные. Сталин боролся против этого. Была статья Уголовного кодекса, убрали. Гитлер их уничтожал просто всех. Гомосексуалистов, садомитов. А расплодили ей парады, идут, то другое. Вон в Грузии пошли, кто-то буретку, кто доску выламывает из забора. Говорит, вначале как их охаживать. Милиция, полиция не знает, куда их спрятать. Они там заскочили в машину, они по машине молотят. Все, больше нету. У меня там крестник еврей, священник. И он меня спросил только, какие лозунги, места писания. Я написал ему. Он-то не трогал ничего. Они шли и плакаты несли. Это безумие полное. Оставив употребление женского пола, занялись противоестественным, разжигаясь мужчина на мужчинах, делая срам и получая должное возмездие за свое заблуждение. Послание к римлянам, первая глава. Ходили за иной плотью. Об этом Иуда пишет послание. Содом и Гамора сгинули. Это садомиты проклятые. А сейчас их везде восхваляют. Почему? Что огонь должен быть, а огонь должен на что-то быть. И вот они сейчас весь мир заражают этим. Ну вот, допустим, вы бы, у вас бы в городе, у вашей родственницы такое случилось бы. Что бы вы сделали? Ничего, ничего не слышал. Что бы я сделал-то? Что мне это нужно? Я сижу дома. Меня это не касается. Что бы я делал, пошел там. Чего ради-то? Надо голову иметь. Что бы я повел? Ну, пошли. Да каждый день это совершается. Насилуют. Вот, допустим, у вас, смотрите, дроботы есть. Дроботы. Ну? Вот Андрей, допустим, изнасиловал там. Ну, это там, если есть, не дай бог, что случится такое. Живо найдут место. Нет. Ну, а что бы вы сделали? Да ничего, что я сделаю-то? Еще спрашиваешь, ну, что ты, Никитин, ты в уме или нет? Я бы что-то сделал. А что я могу сделать-то? Он у нас был здесь, пил. Каждый раз ставили на замещание. Потом ушел. Он ушел. Он не член общины, ничего. Но это есть власть. Вы бы прокуратуру написали? Не писал я никуда. Я не буду писать. Во-первых, надо доказательства иметь. Это вопрос серьезный. А доказательства надо анализы брать, там, и спермы, и все. Это не просто так, сказал, и все. Сказать можно что угодно. На Христа, он говорил, силой князя Бесовского Вильзиула. Колдовство присвоили Христу. Ну и что? Это не просто так. 29 глава второзакония гласит, что если это обвинение, оно не докажется, а статьей грозит смерть. Убейте того, кто это писал, доказать хотел. Вот как. Ты понял, о чем говорю? Если я его обвиняю в этом, а это не подтвердилось, то эта статья падает на меня. У меня вообще этого не было. Но тяжесть статьи падает на меня. И меня даже убить. Все. Сексотов не будет. Что бы я сделал? В первую очередь, я не знаю ничего. Мне за собой надо смотреть. А дробь от ребятишки. Ваня и Нестор. Сейчас у меня во дворе тут работают. Прямо рядом. Катушку делают. Я тут поставлю ролик и сейчас снимали. Большую катушку делают. Горку ледяную. 9 человек тут было. Снег возили. Щиты поставили. Сейчас еще работают. Ну понял. Ну короче, я... А это моя подруга была. Я решил помочь. Как бы, ну и влез в это дело. И меня теперь в прокуратуру вызывают тоже. Не знаю. Ты ищешь приключения на свою задницу. Это не надо делать. Надо знать. А нам что, влияние свое не надо использовать? Никакое. Здесь вопрос другой совсем. Вокруг все делается. Рядом у меня сосед. Пошел за хлебом. А она думает. Приходит, бабка лежит зарезанная. Наркоман. Деньги у нее взял. Ну его скоро поймали. Я пойду его ловить. Что-то делать. Я должен говорить, что закрывайте двери. Смотрите за этим. Это везде творится такое. Вот у нас тут... Знаете, я решил, в общем, чтобы, как бы, влияние возрастало у меня. Я решил использовать вот... Ну делай, что есть. Ты за себя отвечаешь-то. Меня это не касается. В моем доме этого нету. Нету этого. А ходить там, расследовать, доказывать. Как? Ну вы же ходили во все вот эти институты, там, МВД. Я ходил, ходил. Подавал в суд. Было такое дело. Банда нападала. Было. А когда мы выходили из Турции в Грецию, нас русская мафия захватила там. Сначала 100, 200, 300, 400 долларов. А мы стали, подняли руки, стали молиться всю ночь. А к утру, у них вахта. И один из них, который вахту принимает, и говорит, проходит мимо и говорит, этих нам не взять. Все. А тут турчанки молоденькие работают в таможне. Давай нам помогать там. Чай давать и прочее. А тут прям полиция рядом. И полиция за нас. И все, мы выехали. Уже ночевали на территории Греции. А дальше до Атлантического океана шли беспрепятственно. Это Господь испытывает. Не шуточно, что в Швеции машина сломалась. Деталей таких нету. Проверить ничего нельзя. Устройство другое. Единственное, перебрать на территорию России. Как? В знакомом везде позвонили. А знакомый, я его в глаза не видел, он деньгами помогал. Калининград. Значит, нас нужно перевезти через Балтику. А платить, допустим, за километр, я плачу за горючего 10 рублей. А там, когда на эвакуаторе, ровно в 100 раз дороже. В 100 раз. Вот как накрыли нас. А он в Испании, его не оказалось, там Булкин, Дмитрий. Он узнал, сразу дал распоряжение там свои. И за нами эвакуатор приехал в Литву. А мы переплыли, нас затащили на паром. И уже на той стороне мы. А там дальше уже нас потащили. И человек с нами целый день по магазинам бегали, искали там эти шестеренка, которая лопнула, там, которая горючее подает. И все, мы доехали до дому. Ничего не делали, молились. Делать еще нельзя, мы быстро поняли. Хотя люди были очень расположены, нам дали знать, скинули нам материал. Бросайте машину. Сейчас посылаем деньги в банк в Швеции. Покупайте новую, такого же размера машину, иномарку. А у нас своя была, на Нижнего Новгорода. И езжайте дальше. Я говорю, еще лучше. Наша машина на семерых тонну груза берет. Тонну. Семь человек одновременно. У нас собака. Корм на себя, на людей. Там не вместится, она вместимая такая. И Господь усмотрел, я не бросил ее. И доехали до дому. А бывает где-то что-то как-то, где-то молиться надо. Богу доверяться. Ничего не сделаешь. На меня, я на корабле был. На корабле был. Там сделали замысел меня убить. Убить меня решили. На корабле. А в это время, где я останавливался. Город Венспас. К ним, у которых Еремеевый домой пришел. Я не знаю, Лацис, как-то фамилия его. Он в вузах сидел когда-то. Пожилой человек. И говорит, а где этот молодой братик? Мне-то 24-й год шел только. Они говорят, да он сейчас в море. Он говорит, какая-то тревога за него такая. Давай молиться. Я потом, когда все свел, оказалось, в этот момент меня приходили убить. А в этот момент, байгерская рубка, туда зашла жена капитана Фролова. И у них все сорвалось. А потом, который убийца-то готова. Он, когда я уже увольнялся, он мне подошел и сказал, боссман Володя Одессит. Я говорю, а за что? За что? У меня бабка была верующая. Она жаловалась на меня, я хулиганил. А отец работал проводником. И он, когда возвращался, и он этим портупе тонким ремнем меня порол. Я решил тогда, если верующих буду встречать, я им отомщу. Но я какое имею отношение к бабке твоей? Ты что, с ума сошел? Бабка ходит в церковь, она о тебе заботится. Ты хулиган, тебя отец любит, тебя наказывает. А я-то при чем? А я сижу в это время, готовлюсь сдавать экзамены на штурмана. Сижу с ущебником, я и знать ничего не знаю. А что, оглушили, забор бросили? Нету, нету. А где-то? Ледяная вода, больше пяти минут не продержишься. Но Господь сделал так. В это время там молятся, А в это время жена пришла туда белье развешивать. Эта рубка недействующая. Пока там главный пункт работает. Вот как Никита делал там обстоит. А я ничего не делал, только молился. И Господь все так вот, сочленения такие, люди, навстречу идут, незнакомые, и нас провожают. Это нельзя высказать. Вот мы были, когда пришли в Нижний Новгород, машина. Господь знает и давал, да? А машина, машина там из них изготавливалась. Ну, мы зашли и сказали, нам нужен главный конструктор, главный инженер, директор, чтобы сказать, мы же проехали это 120 тысяч километров на машине-то. А оказалось, что деталь... Слушай внимательно, деталь им не принадлежала. Ульяновский завод поставил. А она говорит, вы стоите тут в дверях, говорит, мешайте людям проходить там. Ну, огромное предприятие. Мы вышли на улицу, деревья тут стоят. Я говорю, давайте помолимся. Стали молиться. Когда глянули, перед нами стоят люди. Главный инженер, главный конструктор, они как будто с неба спустились. И дальше нами занялись, дали человека, мастер. Он поехал на ходу, попробовал машину. Она уже в Калининграде была подремонтирована. Мало того, мы на улице там сидим у них, там, ну, где-то территория завода, ремонтная мастерская. Подошли, говорят, вас, говорит, директор ресторана, столовая там зовет. Я говорю, мы не пойдем. У нас сегодня среда, постный день. А что можно? Мы говорим, ну, помидоры там, хлеб. Мы на все есть. Они пошли там, в корзине нам тащат. И помидоры, и все. Понятно как? Мы не просили ничего, но отказываться уже неудобно. И плату не взяли. Это Бог так делает. Я это опыт имею, когда ты Богу доверяешься. А куда, в какую-то дуру? А что я сделаю? У нас сегодня, допустим, вот, 1821 человек погибает в Нью-Йорке. 1821, это Америка, передовая страна. В одном Нью-Йорке. Понимаешь, какая цифра? А я там как раз был, там жил. А теперь я увидел, кто-то убивает. Я еще пойду говорить, как меня это касается. Нет, я знать еще не знаю. Зачем он пошел один ночью? Там, интересно, протодиакон был русский, здоровый такой, говорит. Я его не видел, но когда поехали там в скаутский лагерь, говорят, вот это его дочка. Ну и два негра там с ножами. А он вот так, говорит, быстро схватил за воротники. Вот так вот дернул и лбами ударил. У одного лоб сразу треснул, он умер. А второй дураком на всю жизнь. Сила какая. Поднял вот так вот их в воздухе и ударил друг об друга. Он их не бил, ничего. Но уже умер человек. И его, значит, дьякон он быть не может. Он теперь не дьякон, сторож. А там мне, когда ездили в скаутский лагерь, вот это его дочка. Вот он знает, что делать. Он там живет. А я еще бы делал. Насилие делал. Бывают скотоложники. А что делать? Отрезают половой орган и железом выжигают на лбу до кости, что он скотоложник, зоофил. И его в шахты. И оттуда он никогда не выходит. Только каталку подкатывают. Это Истинян великий. Это его норматив. Когда-то это правила были в книге правил. Не надо лезть. Там разберутся без нас. Там все знают. Вот так, дорогой. А вы когда дружили с прокурором, как использовали вообще дружбу эту? Знаете как? Сказать, я воспользовался этим? Никак. И ни разу. Чтобы вопреки закону он что-то сделал. Но без очереди меня принимает. Мужик, я вышел там. Я говорю, два года хожу. Ну, там, по помощникам толкает. Два года хожу, не могу попасть. Я говорю, я в день могу два раза прийти. И секретарь предупрежденная сидит внизу, а он на втором этаже. У меня туда книги там ему дают, он рассчитывается. Он в больнице был, я посетил его. Разговариваем. У нас сильно наседало соседнее село, которому принадлежали на земле, когда там нас в Потеряевке не было. А пастухи прямо здесь, на территории деревни, рядом, прям рядом. Ну, метров 50 от лагеря Стана. И коровы, они напьются, матерятся вечером. По всей деревне матерки летят. Нам нужно отодвинуть ее. Нам помогли. Несколько раз комиссия прижала, земельный комитет, и их на 6 километров от нас отодвинули. На свою территорию. Ну, это... Это вот вы просили, да? Да, так. А так бы трудно добиться было. А я лишний раз никогда на глаза не лезу. У меня здесь вот мэр города. Не просто мэр. В десятку лучших мэров Российской Федерации входит. У меня знакомство. Я встречаюсь с ним, беседую. А как воспользовались? Я даже не могу ответить, как. Ну, было тут. Покопали подвал. И много земли вывезли. Надо было вывозить ее. Я сказал только, то уже техника, экскаватор, все тут же убрали. И он приезжает, проведает, смотрит, Владимир Николаевич, как работа идет. Едет, рукой помашет. Вот так. Я никогда этим не пользуюсь. У меня есть с губернатором отношения хорошие, краевой судья, начальник юстиции, управления юстицией Алтайского края, Проценко, генерал-лейтенант. Я ни разу этим не воспользовался. Вот какой. Большоглазый. Да. Да. Все меняется, Игнат Тихонович. Вообще, вот, за один день все измениться может. Может измениться. Надо жить тихо. Тихо и мирно. Я вот сейчас вышел, поснимал, маленько снег там потаскал, и скорее обратно сюда. У меня тут работа. Я молился, ну, сколько я скажу, 30 лет, наверное. У меня материал огромный. А потом, лет 15 назад, это у меня все зашло уже на форум. Даже меньше 15. И там у меня специально на моем сайте 4124 вопроса и ответа, которые мне задавали в университетах, где я вел занятия. В школах, в милиции, в воинских частях, заводы, фабрики. И три радиопрограммы я вел. И люди стали говорить, вы эти ответы сохраните. Я сохранила счастье, наверное, малая счастье. 4 тысячи. Это все. А все записывалось на... Я один записывал и записывал, а потом куда-то он уезжал и принес в коробке. Говорит, я вот записывал, вам, говорит, подарок делаю. А теперь мне сделали тут такой магнитофон. Я ногой могу включать его. Тут знакомый, мастер такой. И я сижу и печатаю. И все эти проповеди перепечатал. Все эти ответы. А сейчас... Ну, они стоят и стоят. А сейчас Господь послал мне. 12 человек помогают. 12. С разных стран, со сторон. Не знаю даже, откуда люди. И за ними следят. Один тут принял нынешний крещение. Приезжал с женой и с отцом. Такой горящий. Он прямо как будто бы... В нем я себя вижу. И он тут все смотрит. Еще только брякнул. Сразу он ремонтирует. Лезет там все это. Делает как надо. И вот теперь уже больше тысячи вопросов начитали. Каждый вопрос насчитывать надо. И отдельным файлом. Уже тысячу сделали. Это четвертая часть. А прошло не больше месяца. Я не думал, что при моей жизни я сумею это сделать. Вот как дело. Почему молились, Бог ответил. Помощников никого не было. Я и не торопился. И вдруг коснулось. И пошла раскрутка. Вот так. Игнатий Тихонович, вот еще такое у меня мучает сомнение. Но если я бы с корыстными целями как-то вот использовал то есть эту ситуацию допустим меня бы самого могли посадить, да? Не знаю. Я же не знаю обстановку. За что тебя садить? Ты же этого не делал. Нет, допустим вот у меня в прокуратуре друзья, да? Ну и что? Вот. У меня есть там доступ к архивам, к делам, к этим. Нет, ты ошибаешься. Туда тебя никто не допустит. К архивам, к делам. Ни на каком основании не допустят. Я конечно не скажу кто именно фамилия. До смерти даже. Никак, никак. Если он это делает, а ты никто. Вот у меня допустим было по указке там кого-то. Мне давали дела смотреть, когда они еще в расследовании были. Их приводили. Я с ними беседовал как следователь. Пятеро человек попадают. Вы же по закону-то не могли никак. Никак. Я просто беседовал, вызывал их на откровенность. И тогда они меняли показания. Не, ну вы к делу отношения имели какое-то? Никакого. Абсолютно никакого. Как дела мы давали-то? Я выбирал какие дела. Самое суровое там убийство. А потом мне как следователь приводили этих людей. Я беседовал с ними. И вывел из пятерых двое вышли до суда на свободу. Как оно так получилось-то вообще? Как получилось? Так меня знают. Я в тюрьме работаю. Эти люди сидят тут же. Я с ними и встречаюсь. Они тут же сидят. Вы в тюрьме работали? Да, конечно. Но я не работал, а помогал. Я за это не получал ничего. Вы начальнику отряда помогали, да? Да, как сказать. Начальник тюрьмы. Это у меня с ним хорошее отношение, полковник. То есть вы у него в кабинете сидели, да? Нет, отдельный кабинет следователя. Я сижу один на один. Приводят заключенного. Мне они на сто процентов верили. Я знаю его дело, считаю. И говорю, вот это, с этим я буду заниматься. Его приводят. Приводят там кто? Разводят их. Это тоже считают не положено. Но дело в том, что я там помогаю. Я иду по камерам, и меня знают все. И тем более видят, какой результат. Вы вообще с какой целью это делали? С тем, чтобы правда была, чтобы невинные не были осуждены. За одного я ходатайствовал даже. Его пистолет был отдан. Его им убили. Он не знал. Но я сказал, он слабенький верующий. У нас он был в Потеряевке даже. Ну вот такое дело. Я все расследовал тщательно. То есть у вас, получается, христианская позиция уже тогда была? Да когда тогда? Я уже верующий, как тогда. Это было 30 лет назад всего. То есть благодаря этому, что вы христианин, и всегда за правду, за справедливость, вам позволили заниматься таким образом? Вот они знают, потому что они меняют показания. Он лгал. Запутал следствие. А тут все. Вызывают прокурора по надзору, следователя. И по новой все начинается. Ты не бойся, что тебя сделают, посадят. Ты для Бога делаешь. Что-то тут сюда идет кто-то. Кидают снег куда-то. Так. Ну и мне... Ты еще есть нет? А то я пойду сейчас. Ну все, с Богом, благодарю. Я еще позвоню тогда. Нет, не надо больше. Все, пока. Не раньше месяца. Отошел.